Алматинское лето Экстремальный отдых доступен не только на земле, но и в воде. КОНЕЦ КОНЕЦ Одно из самых посещаемых мест в Алматинской области в летнее время – это, конечно же, Копчегайское водохранилище. Жители мегаполиса проводят выходные и отпуска, наслаждаясь жарким солнцем и прохладной водой. Именно там доступны практически все экстремальные виды водных развлечений. Сегодня мы вам о них и расскажем. Полеты на флайборде, летающем ранце, а также гидроцикл, плюшка, водные лыжи или вейкборд – это ни на что не похожее самое модное и крутое развлечение в летнем сезоне. И все это доступно в окрестностях южной столицы. Для начала поговорим о флайборде – вид экстремального спорта, представляющий собой полеты на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды. Его можно отнести к артистическим видам спорта. Флайбордист, летающий на доске, может подниматься на высоту до 10 метров, выполнять всевозможные трюки, сальто, вращение вокруг своей оси, повороты, зависание в воздухе, эффектные выходы и погружение. Особо эффективно смотрится трюк под названием «Дельфин», когда спортсмен, двигаясь вдоль поверхности воды, ныряет и выныривает, подобно движениям дельфина. Всего за 5000 тенге вас обеспечат всем необходимым снаряжением и, конечно же, летающими досками и другими гаджетами. А опытные инструкторы проведут краткий курс предполетной подготовки и уже через мгновение вы будете плавать, взлетать над водой и поражаться своим новым и необычным ощущением и возможностям. Вейкбординг или вейкборд. Экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы водно-лыжного слалома, акробатику и прыжки, представляет собой комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга. Одна из развивающихся возможностей отдыха в нашей стране. Вейкбординге выделяют две дисциплины – вейкборд-катер и вейкборд-электротяга. В первом случае, как нетрудно догадаться, спортсмен едет за катером, держась за фал и выполняет различные трюки с помощью бегущей волны и трамплинов. Продолжение следует... Впечатления от летних выходных, проведенных на ближайшем водоеме, надолго останутся в памяти, если в дополнении к катанию на лодке или катере попробовать встать на водные лыжи. По мнению специалистов, начинать стоит с универсальных водных лыж, на нижней плоскости которых находится продольный желоб, обеспечивающий прямолинейность скольжения. Расширенная носовая часть за счет большей опорной поверхности облегчает выход лыжника из воды или при старте с пирса. При катании необходимо договориться с водителем судна о системе визуальных сигнальных знаков, соизмерять скорость движения со своими возможностями и, выходя на воду, всегда надевать спортивный жилет. Цена такого развлечения начинается от 5000 тенге. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»